В среду 8 февраля в зале администрации района состоялось рабочее совещание с руководителями подведомственных Министерства труда и социального развития Республики Адыгея организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района. В работе совещания приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Кашхабского сельского поселения Мурат Курашинов, представители Фонда пенсионного и социального страхования Центра занятости населения, медицинской, общественных и иных организаций. Мероприятие прошло пред председательством Министра труда и социального развития Республики Адыгея Джамбечи Мирза. Открывая совещание, министр акцентировал внимание присутствующих на необходимости продолжения выполнения поручений главы Республики Адыгея по оказанию мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, решению вопросов газификации домовладений, жителей района. Подведем итоги, но главные задачи, которые перед нами стоят, которые ставит глава Республики Мурат Абрич Кумпилов, нам как министерству, муниципальному образованию, как жителям услуги, которые мы предоставляем, они должны быть довольны. И самое главное, в прошлом году для нас было, на сегодняшний день эта работа продолжается. Это то, что касается мобилизованных, то, что касается газификации, социальной газификации. Конечно, это новые направления в 2022 году мы получили. Я надеюсь, что мы с этой задачей справляемся. Свою оценку деятельности сотрудников социальной сферы района дали глава муниципалитета Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Я всегда думал, считаю и буду, наверное, считать, что именно социальная сфера делает очень большую работу в области поддержки населения. Что касается работы и комплексного центра, я считаю, что комплексный центр успешно справляется со своей работой. Того, что касается и старшего поколения работы обслуживания населения и подросткового возраста, думаю, очень и очень неплохо работа поставлена. Естественно, не бывает недостатков, бывает определенная широковатость и определенная недоработка. Но все эти моменты уверены, быстро мы исправляем, очень тесно работаем. Хотел бы поблагодарить здесь всех присутствующих в Министерстве труда, лично вас, Александр Брянцевич. Я надеюсь, наше сотрудничество будет не только продолжено, но оно будет и усиливаться. Хочется сказать за наше взаимодействие. В течение года у нас проводят много мероприятий, и всевозможные субботники, всевозможные мероприятия. Без вас, без вашей помощи, администрации, Совету депутатов было бы очень-очень трудно в этих моментах. Спасибо, что в эти моменты вы с нами. Всегда надеемся на вашу и дальнейшее наше сотрудничество во всех вопросах, касаемых того, что происходит в районе. Надеемся, что и дальше наши все теплые, хорошие отношения всегда будут находить свою реализацию в наших делах. Далее слово было дано директору комплексного центра социального обслуживания населения Кашхабского района Сальману Малахову, который в свою очередь представил доклад об итогах деятельности организации за 2022 год. Работа с обращением граждан является одним из критериев оценки эффективности предоставления социальных услуг. В 2022 году было проведено контролирующим органами 4 проверки. По результатам проверок все выявленные нарушения исправлены, ответы направлены в срок. Отделения социальной помощи на дому, созданные во всех населенных пунктах Кашхабского района. За 2022 год в шести отделениях социального обслуживания на дому социальными работниками в количестве 80 человек было обслужено 830 граждан пожилого отраса инвалидов. Всего было предоставлено 226 418 социальных услуг. Доход на предоставление социальных услуг составил 3 451 000 рублей. В 2022 году в рамках реализации региональной программы старшего поколения в Кашхабском центре проводились комплексная работа с пожилыми людьми и инвалидами. Реализуется план мероприятий дорожной карты по развитию стационарно-замещательных технологий с гражданами, в том числе с техническими нарушениями, согласно которым реализуются 5 социальных проектов, охвачено 107 человек на этих проектах. Огромное внимание уделяется развитию волонтерского движения. Всего учреждениям привлечено к совместной работе 117 добровольцев. Из них 21 человек волонтеры серебряного возраста. Волонтерами оказано 115 услуг социальной направленности. Проведено 115 волонтерских акций. В рамках проекта «Финансовая грамотность» для старшего поколения сотрудники и получатели социальных услуг повысили свою финансовую грамотность. 89 сотрудников, 238 получателей социальных услуг прошли консультацию. Во всех отделениях социального обслуживания до дому граждан пожилого возраста для организации досуга подопечных работает клуб по интересам. Всего в 2022 году было проведено 83 мероприятия, вовлечено 275 человек. Отрадно это видеть, им очень нравится, интересно и доступ действительно как бы не на словах. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста. Вот как я и говорил, во втором полугодии нами была открыта система долговременного ухода в селе Натырбово на базе специализированного жилого дома социального назначения. За период работы отделения было обслужено 25 человек. Отделение посещает две группы в количестве 14 человек. Количество людей увеличивается и в этом году группы тоже опять добавятся. Консультативное отделение, созданное в цели защиты прав и интересов граждан, адаптации в обществе и доведения наших информаций в отдаленные населенные пункты. Для формирования знаний и умений в селе компьютерных грамотностей у нас идет обучение компьютерных грамотностей. Было обучено 29 человек по желанию в наших кабинетах. На территории Кашкарпского района на базе организационно-методического и консультативного отделения функционирует мобильная бригада для предоставления социальных услуг. Вот данные населенные пункты, что я говорю, не состоящие у нас на обслуживании. За 22-й год было осуществлено 28 выездов мобильной бригады. Было оказано 262 услуги для граждан разных категорий. Основной акцент работы бригады это охват граждан, проживающих в отделенных населенных пунктах, как я и говорил. Служба социальной такси начала свою работу с 2021 года. Услугой пользуются люди с ограниченной возможностью здоровья. В 2021 году заработано 3564 рубля, в 2022 году 3880 рубля. Численность получающих социальных услуг охваченной системой долговременного ухода на конец 2022 года составляет 880 человек. Из них 830 человек в форме на дому, 50 в стационарной форме. Всего численно обслуженных 1031 человек за 22-й год было обслужено по нашему району. С отчетным докладом на совещании также выступил директор филиала номер 4 по Кашхабскому району Центр труда и социальной защиты населения Рамазана Гержаноков. За 2022 год специалистами принято проконсультировано на личном приеме 3899 человек. По телефону 10998 человек. За 2022 год 7527 человек получили различные виды социальных выплат. Из них за 2022 год 596 малообеспеченным гражданам оказана государственная социальная помощь из средств республиканского бюджета Республики Адегея на общую сумму 2 млн 522,6 тыс. рублей. Семьи инвалидам первой группы, страдающим хронической подчинной недостаточностью, получающие диагнозное лечение, выплачено на проезд 220,4 тыс. рублей. В 80 семей получили субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 756,5 тыс. рублей. 131 пенсионер получили компенсацию специалистам села по оплате жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 2 млн 887 тыс. рублей. 16 граждан, освободившиеся из мест решения свободы, получили единовременную выплату на общую сумму 65,5 тыс. рублей. 706 человек получили справки, подтверждающие статус малообеспеченной семьи. 24 ребенка получили направление на получение протеза от медической обуви. В 2022 году 12 семей в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адегея от 8 апреля 2022 года за номером 77 получили единовременную выплату на гостификацию домовладений в размере 100 тыс. рублей на общую сумму 1 млн 200 тыс. рублей. В 2022 году принято 11 заявлений на оплату в соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Республики Адегея от 23.03.2022 года за номером 79 по порядке осуществления единовременной выплаты проживающим на территории Республики Адегея военнослужащим, лицам, проходящим военную службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам семей погибших военнослужащих. В 2022 году 69 малообеспеченных семей получили государственную социальную помощь на основании социального контракта на общую сумму 7,8 млн. рублей. В результате проведения анализа по соцконтрактам, заключенных в 2022 году, срок действий которых истек и по которым произведен расчет среднедушевого дохода до и после заключения социального контракта, выявлено, что большинство граждан, которым оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта, преодолеют трудную жизненную ситуацию и повысили среднедушевой доход семьи. Выплата на детей выплачена за 2022 год 205 млн. 293,3 тыс. рублей. Это пособие на ребенка детям-инвалидам, пособие на рождение по закону Республики Адриэль, единовременная выплата многодетной семьи на третьи и последующих детей, родившиеся после 1 января 2012 года, ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка, ежемесячная выплата на детей с 3 до 7 лет. За 2022 год выдано 124 удостоверения многодетной семьи. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. За 2022 год выдано 31 льготное удостоверение, из них ветеранам труда 15, приравненным по стажу 16. В целях реализации федерального закона от 5 августа 2004 года за номером 122 ФЗ региональным льготникам ежемесячно назначаются и выплачиваются ежемесячные денежные выплаты. За 2022 год 1235 региональным льготникам было назначено и выплачено единовременно денежные выплаты на общую сумму 20 млн 508,3 тыс. рублей. Это ветераны труда, труженики тыла, репрезированы, реабилитированы в домах участников Великой Отечественной войны, донором. За 2022 год 1226 федеральным льготникам назначена компенсация на оплату лично-коммунальных услуг на общую сумму 7 млн 739,6 тыс. рублей. Вопросы повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна и удовлетворенности граждан качеством оказываемых в МФЦ услуг также стали предметом обсуждения. С подробным докладом о деятельности филиала МФЦ в Кашхамском районе за истекший год выступил руководитель Хазрет Хатков. От себя я тоже хочу поблагодарить всех руководителей, органов и ведомств, с кем мы взаимодействуем. Всегда выстраивается конструктивный диалог, всегда дружеские отношения, поэтому в работе только помощь мы тоже стараемся оказать. Спасибо. Отчет по количеству и качеству государственных и муниципальных услуг, оказанных в филиале государственного бюджетного учреждения МФЦ номер 7 Паули Кашхабы за 2002 год. По состоянию на 1 января 2023 года на территории Кашхабского района осуществляют деятельность МФЦ номер 7 Паули Кашхабы и 7 территориально обособленных подразделений Паули Ходз, Вольное, Натырбово, Майский, Бючевсин, Чехрак и Иберухаев. За 2002 год в филиале номер 7 Паули Кашхабы обратилось 23 699 человек, которым оказано 31 576 услуг. За прошлый год данный показатель составил 39 351 услуга, 24 809 из которых составляют федеральные услуги, что составляет 78,5% от общего числа оказанных услуг, 6 605 услуг региональные, что составило 21% от общего числа оказанных услуг и 162 муниципальные услуги, это 0,5% от общего числа оказанных услуг. Среднее время ожидания для получения услуги составило 2 минуты. По состоянию на 1 января 2023 года в Беляле МФЦ номер 7 Паули Кашхабы оказывается 132 услуги, из них 81 услуга федеральных органов исполнительной власти, 40 услуг региональных органов власти и 11 услуг муниципальных образований. В течение 2022 года количество оказанных услуг снизилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. Данное снижение количества оказанных услуг в основном связано с уменьшением количества обращений по совершению сделок с недвижимостью, вызванной кризисом в стране с начала СВО, увеличение количества обращений заявителей через портал ЕПГУ госуслуги, проведение и заключение онлайн-сделок. Наиболее востребованные услуги в филиале – это государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок снижения – 27,5% состава. Создание и выдача простых электронных подписей – 9,5%, оформление и выдача справок о наличии отсутствия судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования – 7%, выдача замены паспорта гражданина Российской Федерации, выдача личность гражданин Российской Федерации на территории Российской Федерации – 7,6%. Проведен анализ удовлетворенности граждан работы филиала ГБУ ИА-7 АЛУ МИК-ШХ в течение 2022 года информационно-аналитической системой мониторинга качества государственных услуг ИАС-НКБУ, получено 3,503 оценок. Среднее значение оценок за 2002 год составило 100% удовлетворенности, в 2021 году было 99,5%. В 2022 году расширен перечень предоставляемых МФЦ услуг, назначение выплаты единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителями города Херсона и части Херсонской области, получение государственного жилищного сертификата гражданам, вынужденно покинувших город Херсон и части Херсонской области и прибывших в экстремассовом порядке на территорию Республики Адыгея. Добавилась новая категория участников боевых действий, которые могут воспользоваться членами семьи обилизованных граждан. С 1 декабря 2002 года всем поклонникам футбола для посещения матча необходима карта болельщика, она же FUNID. Для ее получения нужно подать заявку на портале госуслуг, а затем посетить филиал МФЦ и подтвердить личность. Далее вы приобретаете билет, и в личный кабинет приходит QR-код, который будет являться пропуском на стадион. В прошедшем году у заявителей появилась возможность с помощью МФЦ создать электронные дубликаты личных документов на портале госуслуг. Для этого нужно обратиться с оригиналами документов МФЦ, где сотрудник создаст электронные образы данных документов и загрузит на портал после услуги в личный кабинет заявителя. После чего заявитель может получать государственные и муниципальные услуги, пользуясь уже загруженными документами на портал, без надобности предоставления и загружать их повторно. После каждого докладчика свое видение, перспектив, улучшение работы высказали представители курирующих ведомств республики. Хочу напомнить своего директора по поводу изменений в тех моментах, которые касаются МФЦ, то есть в части оказания новых услуг, новых функций в 2022 году. Здесь необходимо тоже обозначить, что в 2022 году мы расширили перечень территорий, в которых мы выдаем паспорта Российской Федерации, загранпаспорта и водительские удостоверения на 6 структурных подразделений. Всего теперь у нас их 22. И сейчас этот вопрос решаем на Требовском сельском поселении. Мы тоже будем выдавать, не только принимать, но и выдавать готовые результаты в виде паспортов граждан Российской Федерации, загранпаспортов и водительских удостоверений. То есть мы его дооснастим с соответствующим оборудованием, заключим договор с Афаной, и, соответственно, гражданам не надо будет выезжать за этими документами для получения этих документов куда-то в места. Услуга Минюста по постелированию документов, которые вывозятся за пределы Российской Федерации, мы тоже ее планируем начать в вашем муниципальном образовании. Ранее она предоставлялась только в городе Майкопе и Майкопском районе из-за того, что там были короткие сроки доставки документов. Но сейчас мы этот вопрос прорабатываем с Минюстом, и принято решение предоставлять эту услугу в Кашхабльском районе. Услуги комитета ГОИЧС тоже были указаны в вашем докладе, немножко дополню, по приему заявлений на выплату по утрате имущества, получению прида здоровью членам семьи погибших при чрезвычайных ситуациях. Министр труда и социального развития республики уделил серьезное внимание реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», включающие мероприятия, системы долговременного ухода, а также к качеству предоставления социального обслуживания на дому. Старшее поколение нами довольны, вами, вашей работой. Но это не должно ограничиваться доставкой продуктов питания, или уборкой помещения, или еще что-то. На сегодняшний день очень много разных программ должно работать на территории. Все это должно быть направлено на то, чтобы мы поддерживали здоровье старшего поколения. И очень активная продолжительность жизни должна у нас измениться благодаря той работе, которую мы с вами проводим. В завершение глава района Заур Хамирзов еще раз выразил слова благодарности социальным работникам за плодотворную работу и активное сотрудничество с местными органами исполнительной власти.